Всем привет! Сегодня на видео домашняя сигнализация Wi-Fi сигнализация Вот так аккуратно пока Все упаковано Стараюсь показывать вам, чтобы вы видели Как тот или иной продавец упаковывает товар Потому что не все продавцы одинаково упаковывают товар Ну здесь, как видите, вроде бы даже все нормально Ну вот, отлично Отношение к упаковке, отношение к покупателю Уже видно сразу по посылке По упаковке посылки Бренд Керуи Керуи, кто как называет Вот такая вот сигнализация Блин, вот это мозги ее Так называемый шлюз Такой маленький, с виду я что-то подумал, что он на картинке Показалось мне, что он большой Но нет, и это вот мозги данного комплекта Wi-Fi вариант данной сигнализации с Wi-Fi модулем Есть в продаже отдельно И кто будет выбирать, смотрите, не ошибитесь Потому что то, что дешевле, то идет без Wi-Fi В комплекте с пультом есть такой вот датчик с встроенной сиреной Просто работает по радиомодулю То есть включили, датчик движения Сирена сработала и все Больше никуда ничего не передается Датчик движения просто включает сирену Данный вариант тот, что дороже Идет уже с Wi-Fi То есть по сработке этой сигнализации Будет вам приходить пуш-уведомление на смартфон В приложении Имеется приложение для данной сигнализации И вы удаленно из любой точки мира при наличии интернета Будете получать уведомление от этой сигнализации Это при том условии, если вы приобретете комплект с Wi-Fi Что из себя представляет данный шлюз? Это вот такое вот устройство на кронштейне Которое регулируется по сути Это в одном корпусе датчик движения Сирена, Wi-Fi модуль Ну и еще что-то, что можно при разборке увидеть Регулируется угол Направляется область Изменяется область работы датчика движения Значит имеется питание задней части От трех батареек по типу 3А Или же аккумуляторов Понятно, что желательно Если вы собрались конкретно устанавливать эту сигнализацию И ей пользоваться То лучше приобрести аккумуляторы И есть возможность питания от сети Кстати, даже вот идет в комплекте блок питания Оно не обязательно Ну в комплекте именно с этим всем Блок питания был Не было там выбора заказывать его или нет Но блок питания вот идет 1А, 5В и даже кабель идет Кабель USB, microUSB То есть можно еще будет пользоваться Если вы хотите в другом где-то месте заряжать что-то другое Ну кстати, качественный кабель Около метра Около метра, да Сразу, наверное, возникает вопрос Если вставить сюда аккумулятор И будут ли они заряжаться Вот при включенном блоке питания Дальше посмотрим Но я думаю, что такой функции здесь не предусмотрено Кронштейн снимается То есть если вы хотите где-то его установить И потом уже после всего установить шлюз на место Головное устройство Даже вот здесь снимается эта часть То есть без вопросов можно ее снять Установить Защелкнуть саму дужку И потом защелкнуть головное устройство Или защелкнуть его вот так Это уже смотря как у вас будет установлен Где вы будете его устанавливать Или на потолке Или же стоя В данном комплекте, что я взял Идет еще плюс к этому всему Датчик открытия дверей или окон Вот такой вот геркон магнитный датчик Так, давайте посмотрим Так, отверточка Интересно мне, какое питание Скорее всего, наверное, от кроны Они уже отказались А, здесь вот такая вот 23А батарейка установлена Ну, уже идет, по крайней мере, с питанием Поэтому здесь просто вот предохранитель Нужно вот эту пластинку будет выдернуть При подключении И, в общем-то, все Эти батарейки имеются в продаже Они такие, они популярные 12-ти вольтовое это питание 12 вольт Ну, а чтобы правильно закрывать и открывать Просто нужно не ковырять отверткой А потянуть вверх И крышечка открывается Установить ее в пазы и вниз Здесь просто магнит Дальше Вот такой вот Самый большой из этого комплекта Датчик движения Ну, в общем-то, симпотно смотрится И к нему кронштейн Вот так вот По колхозному Завязанный В пакете Как вроде бы Бабушка Продающая семечки Завязывала Тут вот такой вот Набор Крепления Данного датчика Тоже ничего Ничего сложного нету Собирается Двухсторонний скотч В случае, если вы хотите крепить Вот полоски Потом саморезы Маленькие саморезы Еще какие-то Но это уже нюансы По установке Так, что у нас тут Имеется отлив такой Вот точка А в креплении Вот в кронштейне Вот этом шаре Литье В литье Вот такое вот Углубление Вот такое То есть Этой частью Вы так не поставите А именно нужно ставить Вот этой стороной Ну и защелкивается Потом Все на кронштейн И устанавливается Уже И изменяется угол Имеется клавиша Включения Выключения И возможность Также питания Данного датчика От Блока питания Также Кабель идет Микро USB разъем Это уже классно Потому что Основная проблема Всех этих Беспроводных Так называемых Датчиков Которые Работают По 433 МГц С головным устройством Что этот датчик Что этот Это питание У людей Часто Вот эти проблемы Что батарейки Быстро садятся Ну во первых Из-за того что люди Сразу Покупают Некачественные батарейки Дешевые Ну и Сам Расход Батареек На данных устройствах Работающих По 433 МГц Повышен По сравнению Например С устройствами Xiaomi Умным домом Xiaomi Где Я вам уже Показывал Маленьких батареек Хватает На года Использования В работе По ZigBee Протоколу Беспроводному С головным устройством Со шлюзом И это кстати Одно из преимуществ Умного дома От Xiaomi И это Обуславливает Его повышенную цену Ну по сравнению Вот С данными Сигнализациями Так Ну а тут Как ни странно Установлены Уже батарейки По типу 3А Полтора вольтовые Три штуки Значит Сразу скажу Пластик Ну очень нравится Держишь в руке И нравится Держать в руке Чувствуется Что устройство Ну как бы Сделано Добротно Ну и Пульт Постановки Сигнализации На Охрану И снятие С охраны Также Идут саморезы В комплекте Идет Двухсторонний Скотч Для крепления Головного Устройства Есть у вас Вариант Или так Или так И вот Такой Пультик Кстати Тоже Прикольный Пульт Классно Сделан Какой-то Пластик Такой Приятный На ощупь Силиконовое Колечко На ключи И в общем-то Здесь Функционал Установка Сигнализации На охрану Снятие С охраны Кнопка Паника То есть Включаете Сирена Будет Работать И Снятие Паники Скорее всего Есть вариант Еще несколькими Нажатиями Кнопок Или же Удержанием Из каких-то Кнопок Это привязка Пульта К головному Устройству То есть Головному Устройству Можно докупать И привязывать Несколько Пультов Например На всех Членов Семьи Вы купили И привязываете Пульты Потом К головному Устройству Чтоб Каждый Мог Ставить И снимать Сигнализацию Сохран Первый Основной Косяк Конечно Что Это Все До сих пор Не русифицировано Могли бы Уже Конечно Инструкции Ложить На Понятном Языке На русском Чтобы Информация Полная Видно Что Каждая Мелочь Все Прописано Как Устанавливать Датчик Как Регулировать На Какой Высоте От Пола Вот Например Но Опять же Это Все Нужно Разбираться Ну А так В общем То Все Все Плеймаркете Или В апсторе У кого Какая Система WP6 Вот Выскакивает Поиски Ну и Устанавливаем Давайте Первое Установим Есть Приложение Установлено Нужно Пройти Регистрацию После Регистрации Вот Такое Появилось Окно Давайте Включу Устройство Подключу Сразу От Блока Питания Пропищало И Никаких Пока Признаков Нету Так New Device Или же Плюс Давайте Наверное Плюс Что Выбрать Кстати У данных Сигнализаций Идут Камеры Поэтому Также Можно Привязывать К этой Все Системе В данную Поворотную Камеру Видеонаблюдения Потом Может Сделаю По этому Поводу Видео Так Wi-Fi В своей Домашней Сети Пароль Вводите Не забудьте Подписаться На мой Канал Жмите Колокольчик Чтоб Первым Получать Уведомления О новых Моих Видео На канале Готово И Нажимаем И удерживаем В течении Трех Секунд Клавиши Music И Громкость В общем-то Показано Вот Две Боковые И Наверное Жмем Конфигурация И Скорее всего Пошла Привязка Готово Все Привязано Перешел Розовый цвет Выделив В синий цвет И Сейчас В общем-то Что у нас Никаких признаков Нету А здесь у нас Устройство появилось Девайс лист И вот у нас Одно устройство Есть Что мы можем сделать Зайти на него Устройство Загрузилось И Показано Что у нас В онлайне Зайдя на устройство Видим Вот список Девайсов Скорее всего Ремут и контрол То есть Пульт управления Сенсоры USB зарядка Часы То есть Это скорее всего Меню Меню настроек Вот Да Девайс Нейм Пароль Громкость Громкость Самой сирены Мелодия Сирены Оказывается Есть возможность Сколько ж Можно Надо мной Издеваться Так Что интересно Английский Китайский Ну красавчики Так Ну с этими Потом Разберетесь Сами Время устанавливать То есть Пуш Уведомления В общем-то Здесь Нужно уже Разбираться Версия Даже есть Скорее всего Приходят Тоже Обновления Баттери Пауэр Даже вот Есть функция То есть Показано От чего Запитано Устройство Ну интересно Аларм таймс Время Работы Сирены Сирены Устанавливать Ну и Вот Отсюда Я так понимаю Можно Уже Сейчас Ставить На На Работу Да Готово Время устанавливать Время устанавливать Как видите Я показывал вам Что на 8 метрах Реально Это все Дело Работает Также Как видите Здесь имеются Кнопки Регулировки Громкости Тоже Замены Мелодии И Каких-то Настроек То есть Можно Механически И Также Со Смартфона Вносить Настройки Давайте Разберемся В этих Вот Всех Включателях Выключателях Пуш Уведомлений Здесь Не только Пуш Уведомления Вот Можно Включить И выключить Световой Индикатор На По сработке Сигнализации Как вы Видели Срабатывает Еще Мигает Световая Индикация Поэтому Можно Данный Индикатор Включить Можно Выключить Уведомления Пуш Уведомления По Пропаданию Питания Подключена У вас Была Она К 220 Вот Как я Сейчас Подключил Блоком Питания Пропала Электроэнергия Приходит Должно Прийти По крайней мере Уведомления Появилось Питание 220 Приходит Уведомления Уведомления О севших Батарейках Если Садятся Батарейки Тоже Приходит Уведомления Постановка На тревогу Уведомления Снятие С тревоги Уведомления Пульт Дистанционного Управления Уведомления Арм Дизарм Ну тоже Постановка И снятие Уведомления Немного Уточнения По пульту Данная Кнопка С Меняем Мелодии Что в общем-то Тоже классно Не нужно Заходить В приложении Можно это Делать С пульта И статус Мелодии Меняется Сейчас Стоит Вот Классик Нажимаем На эту Кнопку Установилась Мелодия Данная Еще раз Меняю Нажимаю Устанавливается Другая Мелодия Давайте Привяжем Датчики Так Сенсор Вот Заходим В раздел Сенсор И здесь Видно Вот 8 Сенсоров Панель Пир Это Именно Вот этот Датчик Движения Его Можно Включать И можно Выключать Если Вы его Выключите Данное Устройство Будет Работать Функционировать Как мозг Вот этой Сигнализации Wi-Fi И плюс Будет Работать Сиреной Сирену Кстати Тоже Можно Выключить Видели Вы На 0 Также Можно Отключить Датчик Движения В данном Вот Положении Когда Галочка Зеленая В данном Состоянии Вот Индикации Датчик Включен Ставлю На Сигнализацию Движение Движение Сигнализация Сработала То есть Датчик Движения Сработал Сейчас Вот Отключу И Ставлю На Сигнализацию И Создаю Движение Перед Датчиком Движения Но Он Не Реагирует Потому Что Он Отключен Можно Его Включить И Уже При Включенной Сигнализации Происходит Сработка Давайте Привяжем Датчики Я Отключу Датчик Движения Чтоб Он Нам Не Мешал Будем Когда Будем Проверять Датчики Значит Датчики Уже Я Так Понял Привязаны К Этому К Мозгу Просто Нужно Их Активировать И Давайте Посмотрим Если Что Попробуем Удалить Датчик И Заново Его Привязать Убираю Я Предохранительную Прокладочку Закрываю И Его Таким Вот Образом Я Активирую Датчик Что То Засветилось Какой То Индикация Какая То Имеется Красный Там Светодиод Давайте Поставим На Сигнализацию И Попробуем Сделать Сработку Все Работает Так Давайте Также Активируем Датчик Движения Батарейки Вставлены Просто Здесь Имеется Вот Клавиша Датчик В работе Ставлю На Работу Сигнализацию Кстати При каждом Движении Когда датчик Включенный Я так понял Независимо Стоит он Или же Сигнализация Не стоит На охране Но движение Есть Если То Светится Вот тут Кратная Индикация И Сделаем Сработку По Движению Есть Именно По Этому Датчику Сработала Сигнализация По Движению Так Давайте Откроем Дверь Или Окно Ну Перед Этим Поставим На Сигнализацию Но Отключим Датчик А вот Какой Из них Из этих Двух Данных Датчиков Их Надо Называть Возможно Это Или нет Я не Знаю Да Возможно Присвоить Имя И тогда Вы будете Знать Где Какой Датчик Сейчас Я вот Просто Возьму Поставлю На Сигнализацию Попробуем Данный Вариант И Выключу Один Из Датчиков Какой-то Я датчик Выключил Не знаю Какой Выключил Датчик Первый Получился Вот Именно Окна Так Еще раз Ставлю И Сигнал Не Срабатывает И Открываю Я Дверь Или Окно Все Работает В общем То Удобно Есть Возможность Удалить Датчик И Перепривязать Его Или Вы Докупаете К примеру Отдельно Датчик Такой Что Можно Докупить Потом После Вот Этого Покупки Минимального К примеру Комплекта Можно Докупать По Уже По Штучно И Вам Нужно Привязать Датчик Отвязываем Датчик Делит Удалить Датчика Нету Датчик У нас Не работает Так Ставлю на Сигнализацию Датчик У нас Не Срабатывает Чтобы Привязать К примеру Новый Датчик Пришел У вас Датчик Снимаете Защитную Как я вам Показывал Предохранительную Пленочку Нажимаете Добавить Появляется У нас Добавить И Активируем Датчик Есть Датчик Привязанный Ставим На Сигнализацию Как вы Видите Все Датчики Автоматически Ставятся Также Ставятся Есть Возможность Отключать Уведомления От того Или Иного Датчика Которые Пуш Уведомления Которые Приходят Вам На Телефон Или Полностью Отключить Датчик То есть Вариантов Вариантов Много И Пробуем Открывать Дверь Все Работает Датчик В системе Давайте По пультам Посмотрим К примеру Пришло Заказали Вы Такой же Набор Как я Заказал В последующем Вам Нужно Докупить Пульты Можно Докупать Тоже Покупать Отдельно Потом И Привязывать К этой Сигнализации В раздел Пульт Дистанционного Управления Заходим И Здесь Такая же Вот Система Один Пульт Привязанный Возможность Поддержки Вот Четырех Пультов Удаляю Пульт Пусто Пульт Пультов Привязанных Нет Нажимаю Вот Сейчас Я пробую Смотрите Не реагирует Не ставит Не снимает Никакой Реакции Нет Нажимаю Добавить Любую Строчку И Нажимаю На кнопку Пульта Готово Пульт Добавлен Все Элементарно Просто Ребенок Справится И Теперь Пробуем Пульт Работает Ставит Ставит Сигнализацию В работу И Так же Снимает Так же Тут Можно Снимать Пуш Уведомления Отключать От Пульта Я так Понял Это Когда Или Привязка Пульта Идет Или Ставите С Пульта То есть Вариантов Включать И Выключать Уведомления Различные Вот эти Как вы Видите Вариантов Присутствует Много Значит Значок USB Charging Понятно Зарядка Идет Есть Возможность И Кстати Это Неплохая Возможность Выставлять Задержку Задержку Подключения То есть Установки Сигнализации В работу Это Посекундная Я так Понимаю Вот Задержка Ну Идеальный Наверное Вариант Секунд 10-15 То есть Это Тот Давайте Попробуем Вот 10 Поставим И Установила Здесь У нас Видно Время Задержки Это То Время После Нажатия Кнопки На Пульте Через 10 Секунд Сигнализация Встанет В охрану Даст Вам Возможность Покинуть Помещение Если Не будет Задержки То Как Видели Вы Датчики Движения Срабатывают Моментально Давайте Посмотрим Вот Пошел Отсчет И Все Сигнализация Стоит В охране Есть Сработка Еще Классная Функция Установка Сигнализации По таймеру Смотрите Недельный То есть Выбираете День Недели Выбираете Статус И Время То есть В какое Время Вы хотите Чтобы Сигнализация Автоматически Становилась В охрану И В какое Время Вы Хотите Выбираете Ставите Таймер На Снятие Сигнализации С охраны И По Дням Недели Понедельник Торник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Полный Автомат Если Вы Не Хотите Участвовать Четко По графику Вы Уходите К примеру На работу И Четко Возвращаетесь У вас Сигнализация Будет Автоматически Становиться И Сниматься С охраны Так же Все это Можно Делать Менять Изменять Таймеры Или удалять Полностью Таймеры Удаленно Не находясь Дома Что то у вас Меняется В графике Работы Зашли Вы Таймер Удалили Поменяли Или Вообще Его Убрали И Вручную Ставите И Отключайте Сигнал Кстати Пишутся Логи То есть Все Сработки Все Ведется Учет В разделе Вот Вышли Вы Когда На Девайс Лист Вот И Здесь Месседж Есть И Все Сработки Все Постановки Все Какие Действия Ведутся Вот Пишется Журнал Обновляется Последнее Что было Пульт Номер Один Дизарм То есть Снята Сигнализация С пульта Номер Один По Времени Дата Время И Что Мне Еще Интересно Имеется У меня Вот Такой Датчик Дыма Видео Обзор Я на него Делал Переходите Там Я все Подробно Рассказывал Вскрывал Его Показывал Как он Работает Все Его Нюансы И делал Ему Тест На Его Работу Работает Он Классно Проработал Смотрите Он В таком Состоянии Я Специально Его Не Вым Не Приводил В Порядок Проработал Он Приличное Время Без Всяких Вопросов Сработки Были От Газовой Плиты Там Жена Жарила Кое-что Такое Дымность Стояла На Кухне Сработки Были Ложных Сработок Сразу Скажу Нету Может За год Или за Сколько Он Времени Со дня Видео Можете Посмотреть У меня Существует Но Пару Раз Всего Было Но Это Немного Датчик Работает Имеет Свою Сирену Встроенную Как я вам В том Видео Говорил И Также Имеет Радиомодуль Работает Он По 433 Мегагерца С такими Типом Сигнализациями У Керуи Есть Тоже Такой Датчик Ну В общем Точно Такой Датчик Просто Вот Эта Надпись Находится Вот Здесь По ссылке Зайдете Посмотрите Кстати Есть Такой Комплект Где Присутствует Такой Датчик Я думаю Что Ничего Там Никакой Разницы Нету Внутрянка Вся Одинаковая Просто Там Надпись Такая Поэтому Я сейчас Попробую Этот датчик Подвязать К этой Сигналке Датчик Покупался Вообще Отдельно Как Самостоятельное Устройство Также Попробуем Привязать Как И Те Датчики Нажимаю На Свободный Канал Третий Вот Сенсор Эд Нажимаю Добавить Мозг Встал В режим Добавления Датчиков И Запитываю Датчик Вставляю Батарейку Ничего Не Происходит Но Здесь Имеется Кнопка Тест Нажимаю Кнопку Тест Время Прошло Не Успел Я Надо Делать Быстрее Поэтому Нажимаю Еще Раз Эд И Пока Световая Индикация Горит Жму Кнопку Тест Готово Датчик Добавлен Смотрите Сенсор 3 Есть Один Датчик У меня Датчик Движения Второй Датчик Вот Датчик Геркон И Третий Датчик Датчик Дыма Стоит И Работает И Теперь В этом Варианте По Сработке Данного Датчика Будет Работать Его Сигнализация То есть Сирена Вот Это Что Вы Сейчас Тоже Слышали И Также Будет Работать Сирена Данного Шлюза И Также Шлюз Будет Передавать Пуш Уведомление О Тревоге Сенсора 3 Датчика Дыма Еще Что Заметил Сигнализация Сейчас Не Стоит В Охране Замок Сня Просто Я Захожу В Раздел Датчиков Сенсоры И Включаю Например Первый Датчик Это У нас Геркон Датчик На Вскрытие Просто Его Активирую Все Остальные Датчики Отключены И Открываю К примеру Этот Датчик Сработка И Срабатывает Сигнализация То есть Даже Один Датчик Можно Активировать И Сигнализация Будет Срабатывать Здесь Просто Надо Будет Активировать Сигнализацию И Потом Опять Дезактивировать Чтоб Снять С Сигнализации Все Датчики Что Еще Заметил Устанавливая На Сигнализацию Включая Сигнализацию Со Смартфона Задержка Не Работает То есть Ну Правильно Удаленно Ставя Сигнализацию Со Смартфона Задержка В общем То Не Нужна Все Сигнализация Стоит В охране Что Я Еще Хотел Попробовать Это Приходит Ли Напряжение На Контакты Сюда Ну Навряд Ли При Включенном Блоке Питания Я Думаю Что Ничего Не Приходит Ну Да Ничего Нету Здесь Поэтому Аккумуляторы Здесь Заряжаться Не Будут А Просто Этот Отсек Служит Как Автономное Питание Но Кстати Автономное Питание Тоже Немаловажно Давайте Посмотрим Как Отреагирует Сигнализация На Пропадание Основного Питания И Перехода На Аккумуляторы И Посмотрим Как Будет Меняться Статус Устройства Приложения USB Чарджинг А Ну И Здесь У нас Тоже Вот USB Чарджинг Значок Так Вырубаю USB Чарджинг Устройство Видно Отключилось Надо Было Перед Этим Конечно Так Вот Пропикало Что Наверное Да Устройство Уже Включило И Смотрим Баттери Пауэр Появилось Вот 50% И Здесь Видим Заряд Батареи 50% Ну Блин Все Классно Давайте Поставим На Сигнализацию И Работает Сигнализация Имитируем Появление Питания Так Есть Питание Подал Пикало Пикало Кстати Что Батарейки Садятся Вот Смотрите 30% Уже Показывает И Скорее Всего Вот Именно Тот Сигнал Что Требуется Заменить Батарейки Батарепауэр 100% Пишет То есть Меряет Заряд Пока По Одновременно Батарейки Батарейки Супер Но Где Где Уведомления Ни Одного Уведомления Как Вы Видели За Время Видео Обзора Ко Мне Не Пришло Пуш Уведомления В Приложении Нет Основное Где В общем Теряется Весь Смысл Настройка Уведомлений Уведомления По Каждому Поводу У них Есть Настройках Это Классно Но Они Их Нет Не Приходят Скорее Всего Может Какие Работы На сервере Я не Знаю На Сяомовском Тоже На Михоум Тоже Было Неделю Наверное Не Приходили Уведомления Потом Сейчас Все Отлично Работает Буду Надеяться Что Это На сервере Сигнализация Классная Классный Отличный Вариант Нет Никаких Претензий По Работе По Привязке Как Вы Видели Нет Никаких Заморочек По Сравнению С Михоум Михоум Конечно Более Замороченная Здесь Даже Я считаю Что Уже Русский Язык Отсутствие Русского Языка Это Даже Уже Не Минус Все Понятно Смотрите Три клика Все Делается Но Блин Хотелось Бы Получать Уведомления Кстати По Ценовой Категории Датчики Из Дешевых По Сравнивать С Михоум Датчиками Значит По Батарейкам Сразу Скажу В среднем На Год Что Той Кроны Вот Этой Кроны Около Около Тут Уже Проверено Около Года Даже Года С чем Крона Работает На Датчике Дыма На Всех Этих Устройствах Тоже Около Года Кстати Имеется У них Еще Консоль GSM Панель Такая С GSM Модулем Вставляете Туда Карту Сим Карту И Можно Настраивать Уведомления Звонки На Телефон По Тревоге Тоже Различные Там СМС Команды То есть СМС Сообщения Будут Приходить На 7 номеров Кажется Может Дозваниваться Вам Та Сигнализация Также Она Объединяется С Этим Устройством То есть Будет Вариант У вас И Wi-Fi И GSM Сигнализации Два В Одном Все Оно Объединяется И Работает Как Одна Вот Такая Классная Система При Отсутствие Вариант Пуш Уведомления На Приложение Ну Надеюсь Они Будут Приходить Надеюсь Это Временная Неполадка Но Как Вариант Недорогой Функциональной Сигнализации Рассматривать Такой Вариант Можно На Сегодня Все Ссылки На Вот Это Все Дело Я Оставлю Переходите Там Есть Выбор По Комплектам От Минимальной Комплектации До Максимальной Соответственно Разнятся Цены А На Сегодня Все Всем Удачи И До Следующих Видео Редактор субтитров Корректор Корректор